Мы с Гошей шли-шли и увидели дяденьку, который вырезает имена. Сейчас он вырежет для нас Миша, потому что Миша это я. Надо следить, чтобы он правильно вырезал. Сейчас он еще там сердечко намалякает. А потом он это вырежет и оно будет вот так вот красивенькое. Все это он делает вручную. Дяденьке очень сложная технология. Нормальные люди делают это лазерным каким-то кем? Плотером. Но дяденька живет в неолите, а в неолите не было плотеров, а были вот такие штуки. Он мне сделает, чтобы этот ужас я носила на шее. Это, конечно, смешно даже сказать. Ну да ладно, сейчас он это будет вырезать все. Гоша сует свой длинный нос, чтобы узнать и в Украине открыть такой же бизнес. Да, дяденька очень увлекательный цветелы. Очень быстро. И очень симпатично. Я даже не знаю вообще, как он это делает. А про него, кстати, написали в газете местной. Он местная знаменитость. У него тут много всякого. Он и циферки умеет вырезать, и булковки. Моя боже, не нравится, как я снимаю. Это будет очень красивое произведение искусства. Я это просто уже лицезрею. Это произведение искусства. Вот. А дяденьки очень много покупателей. Все эти тут приходят, смотрят, что тут делается. Жалко только, что нету цепочек у него. А, все эти происходят напротив звездочного отеля, так, чтобы все понимали. И вот, наконец, наш дяденька все вырезал. И теперь он будет делать бум-бум. Я не знаю, что он делает между двух линеечек. И вот, наконец, шедевр готов. Написано красиво, Миша. Сейчас оно будет блестященькое. А потом я нацеплю это на цепочку. И буду носить, как сумасшедший. А это, собственно, то, что получилось в самом конце. Вот такой вот шедевр. Написано, Миша. И вот такая вот цепочка. Правда, цепочку мне дали армейскую, потому что другой не было. Так что буду это с гордостью носить теперь, как жетон. Если меня съедят медузы, то по этому жетону все узнают, кто это был. Спасибо.